Два года назад районная газета «Витновские вести» отметила свой юбилей. 80 лет назад вышел ее первый номер. Издание стало своеобразной летописью края. Несмотря на то, что территория района уменьшилась, работу журналистов родной газеты не стало меньше. Два раза в неделю по 16 полос выходит в свет любимое издание. Мы считаем, что несмотря на то, что газета имеет у нас такой почтенный возраст, приоритеты редакционной политики должны оставаться прежними, освещать жизнь на положительных примерах. Коллектив «Витновских вестей» – одна команда, каждый со своим взглядом. Но в результате, после совместных обсуждений очередного номера, сотрудники схожи в одном решении – газета должна нести людям позитив. Это не значит, конечно, что мы отказываемся от описания проблем, каких-то острых моментов, отнюдь нет. Просто чернуху, всё это, так сказать, современное наполнение многих газет, которые, вы знаете, любят порой, какая-то часть потребителей, мы отметаем, отсекаем. Главный редактор Ника Решетина – заслуженный работник печати Московской области. По окончании Московского государственного университета имени Ломоносова пришла работать в местную газету и по сей день трудится в ней. Этери Каберидзе – любимый журналист-читатель Витновского края. Ей выпущены две книги о ветеранах Ленинского района. Она заслуженный работник печати Московской области. Такое же звание имеет и Евгения Сорокина. Она была редактором газеты и до сих пор она работает у нас. И лучшие материалы в газете о людях – это Евгения Петровны Сорокиной. А какие книги она выпускает, здесь, конечно, кто читал – зачитывается. Материалы Светланы Благовой и Анны Орешкиной отличаются современным подходом в разработке самых разнообразных тем – православие, общественная нравственность, деятельность правоохранительных органов, культура и спорт. О чем бы ни писала районка, так нежно называли газету «На заре ее становления» – всегда интересно. Районная газета – она для жителей района. И жители района – главные действующие лица и главные читатели – наши самые строгие судьи. Фотографии Александра Алферова и Владимира Родионова точны моментом происходящего. Их работы можно увидеть на выставках в историко-культурном центре. Газета «Видновские вести» и в новом наступившем году будет информировать нас о всем происходящем в районе. Любая районная газета, и в том числе наша газета «Видновские вести» намного ближе находится к читателям, к жителям района. И самое главное, что многие жители даже принимают участие в создании этой газеты тем, что пишут свои стихи, направляют письма в редакцию. И редакция не остается безучастна к ним. Она постоянно работает со своей аудиторией. И, конечно, несмотря на то, что сейчас очень много средств массовой информации – и телевидение, и интернет, и кино, и многое другое, все равно газета прочно занимает в этом основное место. И, конечно, в преддверии российского праздника Дня Печати мне хотелось поздравить наших коллег с профессиональным праздником. Пожелать им доброго здоровья, больших творческих успехов, и чтобы исполнились их надежды. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к поздравлению. От всей души желаем нашим коллегам творческих успехов и признания читателей. Людмила Медведева и я Атамия, Елена Кошлева, Видное ТВ.